приветствую вас дорогие друзья напишите пожалуйста как меня видно как слышно очень рад всех искренне видеть на неделю мы вылетали из расписания ну так скажем это жизнь и произошли определенные события но несмотря ни на что в любом случае мы продолжаем вещать по поводу самых грандиозных событий происходящим в нашем проекте и сегодня я вам расскажу более идеологическую составляющую не только unit skystream technologies но и skyworld комьюнити потому что в 2021 году мы уже напрямую начали работать и взаимодействовать с различными организациями по поводу позиционирования swc если сокращенно и skyworld комьюнити если полностью говорить меня зовут сходов алексей я являюсь членом направлении skyworld комьюнити и традиционно два раза в месяц мы с владимиром маслом вещаем по поводу тех новостей о которых можно рассказывать потому что сейчас на самом деле бренд у не skystream technologies проводит огромную скрытую работу которая защищена от глаз и недоброжелателей и конкурентов которые на самом деле не является конкурентами потому что та технология которую мы с вами финансируем она является самой экономичной самой дешевой самой экологичной на сегодняшний день и ведется большая работа по выходу на абсолютно разные рынки в том числе по проектам мое предположение что также будет выкат и на американский рынок я повторюсь по проектам то есть именно что касается научно-производственной деятельности создание строительства согласования проектов но не финансирование об этом конечно же нужно помнить и очень быстро я бы сказал мы достигли с вами уже весны и произошло множество событий медиа формата медиаплана которые на самом деле не происходили прошлые годы так как мы до этого уровня еще не дошли компания подобным образом не позиционировалась то есть для тех кто будет только присоединяться к нашему проекту и посмотрит мой вебинар впервые я буквально быстро пройдусь что были выступления на телевидении приезжали журналисты с целью формирования репортажа издания the national и олег зарецкий seo skyway green tech сказал очень много интересных вещей которые касаются дорожной карты которые касаются запуска новых транспортных линий на территории ресуршан девелопмент центр шарже и далее был репортаж на канале алхура это арабский телеканал множество обзоров статей как просто статьи так и пресс-релизов в российских сми и далее я могу сказать что уже начали присоединяться не только англоговорящие издания но вы видели франкоговорящий репортаж и сегодня его освещу в полной мере и конечно же японское издание так как японцы ранее посещали уже экотехнопарка в республике беларусь видимо это прорывная страна действительно очень скрупулезно наблюдает за развитием проекта и созданием технологии и не исключено что уже прорабатываются японские проекты ну и я хотел бы сказать об англоязычном агрегаторе пресс-релизов то есть это вот все произошло буквально в марте в конце марта вышла статья очередная на российском издании рбк плюс что унивская среди технологии начала экспансию в европу и мены регион я хотел бы напомнить что на самом деле эти статьи предусматриваются уже для конкретных лиц принимающих решения это маркетинговые статьи это проработанные статьи которые отвечают на первичные вопросы потенциальных заказчиков потенциальных крупных инвесторов и все мы с вами помним что уже не раз упоминалась запатентованная технология преднапряженных путевых структур то есть при стресс-трак структур pts и такой терминологии вводится очень много потому что мы с вами финансируем целую новую индустрию которой ранее не существовало я всем рекомендую статью на рбк плюс то еще не ознакомился возможно потому что здесь освещены многие моменты которые касаются непосредственно экономичности снижения стоимости строительства обслуживания транспортной инфраструктуры и вообще как бы простейшую и удобнейшую интеграцию в существующую инфраструктуру мне сразу вспоминается моя поездка в кению новогодние что я как и предполагал в принципе что даже объекты юнеско смогут также застраиваться сверх легкими ажурными конструкциями трассы компания юницкая string technologies и это говорит о многом потому что современные логистические задачи современные логистические проблемы о которых мы с вами обязательно сегодня поговорим по существу так скажем они не желают чтобы на самом деле даже заповедники и объекты охраны природы объекты всемирного наследия юнеско как-то обходились да традиционные дороги там абсолютно не построить да там даже на дронах нельзя летать потому что ну уровень шума должен быть минимальный и животные могут элементарно если мы говорим про какие-то заказники про какие-то заповедники национальные парки они смогут нарушить свой привычный уклад жизни деятельности и может беда какая-то произойти если простым языком говорить но когда транспорт перемещается над землей на ином уровне чем перемещаются автомобили это совсем другого рода решение которое на сегодняшний день абсолютно не существует и вот на счет англоязычного агрегатора пресс-релиза сижен prweb я хотел бы отметить обратите внимание какой город первоисточник этого издания то есть это калифорния это лос-анджелес и это говорит о моих предположениях что уже мощным профессиональным пиар отделом и с его компания кто занимается именно упаковкой продукта униска стиль для международного рынка кто является профессионалом в первую очередь на американском рынке я думаю что он решил первоочередные задачи которые нужно было использовать для меня региона и других сейчас рынков на которые выходит юниска стрим технологии естественно европа и это далеко не только прибалтийские страны но конкретных проектов я не знаю до мне в принципе как инвестору мне нет дела до конкретных названий проектов мне есть дело до того что озвучил анатолий эдуардович в этом году не раз то что в этом году будут подписаны контракты как минимум на три проекта вот это вот самая основная дорожная карта которая необходима для нас как для инвесторов как для партнеров как для агентов как для супер продавцов skyworld комьюнити знаниям то есть чего-то иного ну я говорил на встрече с испаноговорящими партнерами очень мощно у нас прошла онлайн встреча много просмотров на youtube большой интерес по латинской америке сразу начали начали задавать вопросы по поводу чего конечно же адресных проектов то есть знаете это зона комфорта человека зачем идти продавать и зачем идти продвигать технологию это иллюзорная зона комфорта чем походить по чиновникам по предлагать авось получится продвинуть проект и проект примеру будет на несколько десятков миллионов долларов и естественного человека желание поучаствовать в этом пуске пирога но так не работает на сегодняшний день уже потому что мы с вами не в 2016 мне 2017 даже года и критерии проекта я озвучил для испаноговорящих озвучу еще и тут то есть первый критерий это для того чтобы была готовность заплатить стоимости за feasibility stage то есть предпроектное исследование для крупных проектов это может быть и больше миллиона долларов для более мелких проектов но это мелкие проекты сейчас не рассматривать юниска стран технологии это может быть чуть меньше и проекты сейчас рассматриваются только от 20 миллионов долларов минимум ну и естественно должны быть все согласования не не должно быть никаких вопросов ни с правительством не по земле на то есть все готово должно быть для строительства реализации проекта ну и естественно финансирование какие-то проекты возможно мы будем брать после закрытия 15 этапов на себя как sky world community инвестиционная социальная финансовая платформа и сегодня я буду раскрывать это понятие раскрывать видение sky world community наши намерения наши замыслы и могу сказать по этому поводу сейчас проделывается огромная работа ну и можно наблюдать как действительно преобразуется в условиях пандемии в условиях смены поставщиков так как некоторые поставщики испытывают трудности во время засилия к вида на нашей планете многие процессы у многих компаний приостановились либо вообще остановились все то что демонстрировалось ранее в виде компьютерной графики сейчас появляется в реальность то есть вот я многим эти картинки показываю фотографии спрашивают а ты реальную фото можешь показать прислать я говорю так это реально не верю давай видео и и вот пока не было видео юниконта нашего контейнеровоза то до сих пор веры у людей которые настолько не могут вообще осознать реальность существования вот этой технологии прорывной намного опережающей будущее на сегодняшний день то есть кажется да как это компьютерная графика как будто какие-то 3d модели и это искусно реализованная вообще технология транспортно-логистического инфраструктурного комплекса который может решить абсолютно все задачи и на территории шаржи я думаю что мы обязательно в этом году услышим о новостях то есть как будет происходить экофест будет ли он на территории республики беларусь возможно будет на территории шаржи или арабских эмиратов но одно и могу сказать что для полной достойной презентации сейчас даже того что востребовано заказчиками там готово все и вы видите насколько сейчас экологично выглядит эко дом то есть это первое деревянное строение таких масштабов вообще по такой технологии созданная построена на территории арабских эмиратов это просто гостевой дом вы видите различную инфраструктуру то есть появились множество зданий и готово все все здания построены для обеспечения инженерных коммуникаций в экономии и анкерных опорах но на сегодняшний день по крайней мере легкой линии и я напоминаю что по сравнению с теми компаниями которые например в условиях спак реальности я на этом вебинаре не буду останавливаться потому что хотел бы также по таймингу не отнимать у вас много времени но на следующих вебинарах и обязательно на этой индустрии остановлюсь вот буквально она пронеслась то есть это поглощение одной компании части другой и выгодно вроде как для обеих компаний но вот технологии именно мы остановимся на транспорте на будущем вебинаре где-то отказывали какие-то жизненно важные необходимые части транспорта то есть будь то это летающие автомобили где-то был не готов прототип а финансирование привлечено и как это именовать это можно именовать только технологическим скамом и были такие истории faraday future сейчас вот выкупает их выкупили за бесценок автомобильная корпорация сейчас не вспомню название но приобрели в надежде переделать все таки под свой лад и свой рынок развития виде спортивных электрокаров но хорошо что вообще даже и разговора не было об низкой стран технологии спак индустрии потому что сек уже заинтересовались комиссия по ценным бумагам уже заинтересовалась индустрии спак потому что это растущий пузырь который начал лопаться по сравнению с 2017 годом например рынком айсио было собрано колоссальное количество денег и никто не уверен вообще как бы как деньги инвесторов будут расходоваться и те кто стал холдером некоторые акции они спак компании упали на и сейчас люди вынуждены держать никто не уверен насколько это будет дальше падать и вообще насколько некоторые технологии будут реализованы и тут я могу сравнить вот на самом деле что касается юницкой string technologies и что мне больше всего нравится как инвестору как партнеру стараются и показывают только законченный продукт только работающий прототип никаких незавершенных подвижных составах мы с вами не видим и многие спрашивают про юниконт например тут предупрежу вопросы почему он такого малого размера вот представьте оптимизацию вообще вот сколько миллиардов долларов автомобильной корпорации нужно было на оптимизацию подвижного состава чтобы он перемещался чтобы он функционировал и чтобы он поместился влезал в гараж более меньших размеров вот сейчас задача была потому что это была горячая видимо задача продемонстрировать заказчикам вообще перемещение юниконта логику перемещения и конечно же вы видите что тут более маленький размер и вообще как бы это легкая трасса здесь продемонстрировано как перемещается как функционирует абсолютно автоматизировано юниконт но на тяжелой трассе все будет продемонстрировано в полной мере обычно даже вот на эти модификации у корпорации уходят ну самых лучших корпораций самых быстрых самых искусственных десятки миллионов долларов а то есть сотни миллионов и многие 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 месяцы а то и год чтобы переделать технологии здесь насколько слаженный ансамбль инженеров дизайнеров проектировщиков что так быстро подстроить вот необходимые нужды была необходимость заехать в конкретные ограниченные расстояния конкретную анкерную опору на конкретную станцию и продемонстрировать возможность движения юниконта за тропическим юникаром и наоборот то есть именно синергию взаимодействия подвижных составов внутри единого транспортно-логистического комплекса и это было продемонстрировано и абсолютно оптимизировано я не устану говорить и было бы враньем полным если бы я говорил что сейчас унискай стрим технологии развивается в условиях супер финансирования нет недофинансирования и все же строятся анкерные опоры все же все идет по графику и несмотря на пандемию все развивается поэтому и увидели мы на самом деле я считаю в том числе на французском телеканале то есть это никакой не заказ вы видите что среди технологии будущего более подробно описали и рассказали именно о технологии как пассажирских перевозок так и грузовых перевозок компаний юниска стрим technologies и я хотел бы перейти потому что не все знают французский я французский изучал с первого класса поэтому многие просили перевод я самые важные моменты отметил что было сказано непосредственно в этом репортаже могу сказать не без технических ляпов и более того маркетинг и ответственные люди юниска стрим technologies постоянно взаимодействует с журналистами чтобы минимум было таких ошибок но видимо мир пока что не может понять что это не канатная дорога никакая не пассажирская канатная дорога это абсолютно инновационный транспорт это абсолютно инновационная путевая структура которая не существует на сегодняшний день и технологию просто не понимают что касается именно журналистов не потому что они что-то плохо делают потому что это ноу-хау и возможно они таким образом позиционируют чтобы утеплить сознание будущих потребителей этой технологии потому что если бам-бам-бам просто на ковальне сразу на головы людей вываливать технические особенности то может быть даже встречено какое-то неприятие потому что опять же повторюсь нашему мозгу я в эту тему очень сильно сейчас погружаясь и вот то что я расскажу сейчас очень много и прохожу обучение по поводу мышления потому что в том числе чтобы преодолеть границу чека а граница человека например комфортно это 3x то есть это исследование вообще в области сознание в области мозга то есть вот если человек продает на 1000 долларов он легко может на следующий месяц продавать 3000 долларов повысить свой чек если на 10 тысяч на 30 соответственно такая минимальная кстати задача от внедрения системы продаж 2.0 в swc о которой я вам сегодня расскажу поставьте плюс читать не читать я думаю все видят но я думаю что стоит сопроводить и напомнить что действительно эпоха нефтяной отрасли подходит абсолютно завершение вот эти вот как бы казалось бы дизайнерские продуманные вписанные в город мегаполис развязки но это уже превращается вот когда смотришь на технологии компании и не skystream technologies в некий архаизм и до господства автомобилей еще осталось некоторое время и никто не исключает что и через 30 лет будут ездить автомобили но вопрос как они будут использоваться какого-то именно средства передвижения как хобби как сейчас вот на мотоциклах ездят на скутерах ездят например в азии да но на спортивных мотоциклах же никто не ездит и тем более никто не ездит на лошадиных повозках вот как бы такой намек в репортаже говорится что посреди пустыни система тестируется в полном масштабе это опять же отличие от многочисленных спак компаний то что в полном масштабе в полном функционировании фактически это законченный коммерческий продукт который уже готов к реализации в реальных адресных проектах и уже есть дорожная карта как достичь скорости на следующих трассах до 150 километров в час и далее мы видим перемещение абсолютно живого транспорта то есть это никакие не рабочие прототипы и что вот олег зарине аналогии не его нравится возможно это взято именно из модели общения анатолий эдуардович очень многому научился когда вживую мне еще удавалось до пандемии почаще общаться с анатолий эдуардович и аналогия такая что либо 100 человек будут прижиматься друг к другу как сардины в банке олег зарезки так сказал в нашем случае такого не будет дискомфорта и подвижные состава будут отправляться друг за другом но все мы с вами знаем технически подкованные что тропические уникон способен перевозить от 6 до 30 пассажиров и чистота перемещения то есть интервал перемещения он будет адаптирован посредством тронной сцепки количеству необходимого пассажиров нужно будет больше будет больше единственное в чем отличие может быть подобных комнат будет либо больше либо они будут больше по размеру по объему это для мониторинга и это не для управления потому что подвижные модули абсолютно самоуправляемые на и вот это вот небольшая комнатка но я могу сравнить это с таким маленьким постом охраны на среднем стандартном предприятии заводе и это позволяет следить за количеством от 50 до 100 подвижных составов то есть это позволяет следить за как минимум в раз 30 больше подвижных составов что мы сейчас наблюдаем на территории шаржи и это также недостижимо на сегодняшний день современной транспортной индустрии абсолютно никто не может этого продемонстрировать видите логотип уже красуется это логотип я могу сказать маркетингово продуманный я горд инвестировать действительно в такую компанию потому что опять же повторюсь на вебинарах на общих вроде бы я об этом не говорил общался и выступал перед африканцами но с одним из топ-менеджеров которые отвечают за позиционирование на разных рынках компаний уст я общался и он сказал такую фразу что я вижу компанию уст в разрезе семи лет будущим единорогом кто такие единороги это компания с капитализацией миллиард долларов я не говорю что завтра мы станем миллиардерами но даже через семь лет когда компания будет стоить немало это весьма весьма неплохо и это может произойти в теории и раньше при модели размещения на публичных рынках в рамках блокчейн индустрии либо традиционной индустрии но очень сильно сейчас вообще рынок финансов меняется и больше он цифровизуется чем становится традиционным поэтому вопрос айпио вообще для всех будущих компаний но он остается открытым и сейчас очень быстро все меняется блокчейн индустрии и вот это вот решение юниконта предоставлена как даже все абсолютно без каких-либо сомнений написано это не компьютерная графика это надпись что стоимость перемещения вообще самое дешевое самое экономичное самое эффективное в мире это один доллар за сто тонн на километр то есть сто тонн на территории один километр тысяча метров перемещается за один доллар и это я могу сравнить только с одним со стоимостью перемещения которую задумывает гениальный инженер изобретатель конструктор юницкий антолий эдуардович при перемещении груза в ближний космос то есть это тоже будет ненамного больше и сейчас такая я бы сказал мировая разминка при для оптимизации мировой логистики на территории земля потому что опять же если говорить сейчас что несколько долларов будет стоить перемещение груза в ближний космос это как грузить неподготовленную аудиторию техническими понятиями и называть автоматизированный электро транспорт перемещающийся по стальным рельсам на стальных колесах по предварительно напряженной путевой структуре ну то есть многим будет это непонятно один доллар за 100 тонн на километр это понятно даже человеку который не разбирается в логистике то есть это действительно мало и естественно олег зарецкий сказал что это самое эффективное самое экономичное экологичное решение и не автомобили не автобусы не грузовики никто не будет мешать вот такой вот репортаж был сделан французскими журналистами я считаю что это очень мощный материал его нужно использовать в первую очередь на франкоговорящую аудиторию те кто работают по системе лидогенерации лидокол по камеру ну по конга и многим-многим другим франкоговорящим африканским странам ну естественно франция сама естественно бельгия этот репортаж будет очень полезным материалом на прошлом вебинаре я останавливался о потенциале грузового рынка кто был кстати на прошлом вебинаре поставьте восклицательные знаки как это мое исследование сегодня я такими как бы данными информации грузить не будут можно просто пересмотреть либо перечитать тезисы прошлого вебинара у кого есть под рукой тезисы тоже пожалуйста сбросьте в чат но я хотел остановиться на действительно проблеме с которой столкнулся весь мир и слава богу что эта проблема длилась всего лишь неделю потому что потери только для египта расцениваемые суэцким каналом 14 миллионов долларов в сутки то есть это опять же много это только для стороны египта вообще эта пробка была расценена примерно в 10 миллиардов долларов что самое страшное огромное количество кораблей и множество нефтетанкеров остановилась в общем зачете где-то 450 кораблей и морских суден остановилась в ту и в другую сторону и знаете вот я не могу никак объяснить вот совпадение не совпадение предупреждение что да в единственной фактически такой очень масштабной эффективной и проходимой транспортной артерии произошла такая вот морская авария и кто бы мог подумать что контейнеровоз абсолютно эффективная с множеством систем устойчивости судна но от погодных условий его сместила и поместила именно как вот я если сравнивать это с артериями с человеческими то можно сравнить с тромбом что происходит когда у человека тромб человеку не очень хорошо как минимум человек погибает как максимум и на самом деле если все это затянулось буквально на месяц это могла быть вообще вторая эпоха экономических потрясений и мартовских колебаний на рынке нефти что было в прошлом году во время разгара пандемии это мог быть новый черный лебедь это всего лишь один одно судно один контейнеровоз который преградил весь путь это говорит о неэффективности а не эффективности в том числе морских перевозок и специалист ларс йенсен говорит что вообще свой канал является самым важным каналом во всем мире и он существует уже более ста лет вариантов не так уж и много я вот это хотел бы отметить но нет вариантов либо вы идете через советский канал либо длинным путем обходите на юг вокруг африки в объезд но конечно же никто в объезд не желает нести какие-то дополнительные затраты на топливо и это все загрязняет тоже морскую экосистему и вот одного такого происшествия страдает вся мировая экономика представьте сколько продовольствий в контейнерах было недоставлено вовремя представьте насколько недооцененный ущерб который сейчас будет эффектом домино приходите в те страны и в те компании предприятия куда эти грузы должны были быть доставлены и как вы думаете вообще страховые компании да там зафрактовала корейская компания страховые компании весь этот ущерб смогут выплатить вообще выдержат ли они и что происходит со страховыми компаниями когда происходят такие внезапные коллапсы и это может сравнить как если все вы забрали люди пожелали забрать день деньги из банков банки вы просто схлопнулись и естественно убытки они сейчас реальные абсолютно не озвучиваются и они просто молча легли на плечи мировой экономики и плечи мировой экономики и так уже истощены пандемии и я на прошлых вебинарах рассказывал что была история с печатанием полутора триллионов еще семь триллионов планирует напечатать на инфраструктуру и транспорт а инфраструктура и транспорт даже на условиях рынка сша смотри статью которой я упоминал англоязычного агрегатора с калифорнии пресс-релизов сижен 1 возможно для этого рынка это как раз сейчас целенаправленно на пиарщиками и маркетологи и униска стрим технологии и делается поэтому я думаю что замечательная возможность использовать купоны в swc в честь дня рождения антолия эдуардовича юницкого который состоится 16 апреля и я всех искренне поздравляю и с днем космонавтики прошедшим к сожалению в этом году у нас нет времени говорить о каких-то космических проектах потому что сейчас все время занимает более приземленные вещи и в первую очередь это совершенство и позиционирование уже непосредственно с wc я прихожу к следующей части вебинара буквально у нас осталось минут 20 и я хотел бы сказать очень важные вещи после которых ни у кого не останется вопросов вообще а что будет после закрытия финансирования после пятнадцатого этапа а зачем я прихожу в компанию swc sky world community а что я здесь могу привнести как один человек и у каждой компании есть свои цели есть замыслы и понимание будущего у нас не было бы никакого понимания будущего если бы мы были скамом пирамиды и пришли бы буквально поиграться несколько лет собрать деньги и уйти абсолютно задача отличная от тех проектов которые схлопываются собрав деньги и набрав огромный кассовый разрыв выплачивая предыдущим за счет последующих именно поэтому сейчас никакой прибыли не выплачивается и это не логика финансирования uni sky string technologies и 1 апреля 2021 года компания swc исполнилось уже шесть лет до более шести лет уже финансируется технология компании uni sky string technologies ранее это был skyway technologies companies до ребрендинга мирового но обратите внимание насколько много всего произошло и вот самое важное то что мы сформировали самое значительное что мы сделали как sky world комьюнити мы сформировали действительно мощное сообщество и мы с вами являемся очень мощным потенциалом монетизации социального капитала то есть все мы с вами звенья и составляющие социального капитала и пришло то время когда вначале мы этим делились с ограниченными группами то есть от лидеров свыше мы чуть ниже от sky экспертов кто по экспертам к региональным кураторам сейчас пришло время чтобы каждый об этом услышал об идеологии об видении и замыслов компании sky world комьюнити и на самом деле каждая компания которая имеет размах на будущее обязана иметь такое понимание цель результат результат для нас он предполагается очень большим и крупным это как минимум заинтересовать и погрузить в интерес к нашему направлению именно sky world комьюнити 10 процентов земного шара да это огромная цель это фактически почти 800 миллионов людей если эту цель не декомпозировать то она кажется абсолютно невозможной и нереальной но на самом деле вот это вот цель она заряжает она заряжает тех людей кто амбициями стремится расти в компании потому что быть частью такой компании и быть совладельцем компании будущей единорога я говорю про компанию не sky string technologies это одновременно два очень мощных подспорья и самое главное это декомпозиция цели на замыслы на крупные цели на декомпозицию разделения по более мелким целям по разбивки погоду по кварталу по месяцу по неделям по дням вот таким образом сейчас sky world комьюнити происходит работа действительно замысл это то благодаря чему и за счет чего мы придем к этой мощной идеологической казалось бы невозможной цели сделать более 10 процентов населения земного шара финансово свободными и финансово независимым и вот об этом хотелось бы чтобы все с нами из вас говорили и вот с этого года был дан полный зеленый свет и головной компании сейчас это uni sky string technologies что мы как sky world комьюнити мы являемся самостоятельным фондом уже давно произошло дистанцирование и отделение финансовых инвестиционных потоков от научно-производственной деятельности и это абсолютно правильно потому что это два разных понятия нам несказанно повезло что мы с вами финансируем изначально технологию с таким мощнейшим потенциалом и соответственно unit sky string technologies и лично антолий эдуардович поэтому он всегда говорит что он ответственен за каждого инвестора и что он желает и хочет исполнить обязательства которые обещал инвесторам но unit sky string technologies тоже повезло с таким мощным коллективным инвестором как sky world комьюнити и как же мы придем к этой цели что мы делаем еще помимо финансирования технологии компании unit sky string technologies и сегодняшнего дня вот просто вот мне хочется понять хотя бы в этом чате те кто сейчас трансляцию youtube смотрит насколько вам откликается насколько вы понимаете что мы приглашаем не в skyway мы приглашаем sky world комьюнити будущую крупнейшую социальную финансовую инвестиционную мировую сеть с мощнейшим социальным капиталом в виде людей в виде партнеров в виде будущих потребителей услуг то есть мы не приглашаем в технологию skyway да это основной продукт но мы приглашаем компанию то есть мы как sky world комьюнити сейчас уже позиционируемся никак но он без имени без какого-то маркетингового маркетинговой пиар стратегии только для того чтобы финансировать 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 мы сейчас это делаем но у нас есть что сказать что будет после 15 15 этапа во первых конечно же да мы сейчас финансируем скорейшую реализацию выход инновационной продукции компании униска string technologies на мировой рынок и я как член правления я думаю что многие в курсе что с франтишиком вместе сообщают когда-то мы сделали рекордные показатели европе на тот момент был упор сделан на русскоговорящую части на россию только русскоговорящую часть европы и это было достигнуто это позволило двигаться на определенные моменты и сформировать очень мощный плацдарм потом был упор на азию то есть мы фактически всегда должны подстраиваться под существующую действительность и не допустить перекоса какого-то серьезного крупного затормаживания инвестиций и серьезного крупного у нас не было я могу сказать за эти более шести лет затормаживания инвестиций да не до финансирования есть да не по графику но такого прямо фатального не было и для того чтобы сейчас повысить максимально сильно вообще вот логику продаж профессионализм продаж лично я синицировал и сейчас многие вообще и члены правления и участники команды sky world community и конечно же самые красавчики самые красавицы лидеры которые дали лучший результат мы скоро начнем привлекать взаимодействию виде опросов то есть мы будем задавать вопросы кстати недавно даже евгений кудряшов сам совершал обзвон с целью исследования вообще насколько видят позиционирует сейчас компанию sky world community люди и с чем ассоциирует и мы пришли к выводу что-то многие ассоциируют это абсолютно слитным чем-то с технологии струнного транспорта но это абсолютно связанные вещи потому что одно финансирует другое но сейчас понятие на это разные вещи и разный путь развития но одно без другого существовать не может и поставьте вот плюсики кому евгений кудряшов звонил то есть это директор по развитию это очень занятой человек и один из тех людей с которым мне приходится ждать на самом деле неделями чтобы обсудить какую-то задачу но сейчас сейчас мы начинаем формировать систему продаж 20 это мог сказать потому что я проводил переговоры и были уже конкретные намерения примеру четыре недели назад но во первых мы определялись с подрядчиком и сейчас наш наставник у каждой системы системы и продаж и стратегического управления должен быть свой наставник команда она работала с такими компаниями как киви с дочкой ржд работала с мерседесом работала с марс компании работала с компанией церек работала если говорить про инвестиционный рынок российский с бкс с фридом финанса и многими многими крупными компаниями она упаковывала и выстраивала отделы продаж с повышением чека в 10 раз пессимистично я закладываю в этом году нашу цель на 3x потому что это комфортно для мозга это комфортно для сознания то есть мы с вами начнем и зарабатывать и привлекать инвестиции как минимум в три раза больше лучше в 10 раз больше и и те кто сейчас привлекает инвестицию на 100 долларов на 200 долларов научиться посредством готовой системы а что такое будет система сейчас когда человек присоединяется в sky world комьюнити во первых многие говорят да я вошел в компанию skyway то есть нет позиционирования и он будет проходить по системе внутреннего обучения то есть это внутренний корпоративный университет для партнера будет один объем знаний будет конкретный срок за какое время человек должен изучить тот или иной объем информации какие результаты он добьется кто уже добил добился результатов сможет быть его наставником и будут менторы которые будут контролировать этот процесс человек будет понимать не от спонсора реферера то что ему нужно сделать чтобы стать консультантом но он будет понимать это исходя из системы продаж и постепенно он по этой системе будет подниматься до высших статусов но высшие статусы они не будут замыкаться и основываться только на финансовых показателях они будут замыкаться в том числе на компетенциях когда человек начинает развиваться совершенно других ипостазиях то есть таких прецедентов как кристиан таких прецедентов как как если сейчас у нас их десятки это эти люди делают колоссальный ший результат то созданием системы продаж системы квалификации обучения адаптации и сертификации партнеров у нас появятся сотни таких людей и зачем мы это делаем мы это делаем для того чтобы прийти в это будущее к закрытию 15 этапов и развитию уже стремительному самостоятельных в том числе собственных продуктов sky world community и пожалуйста к вашему вниманию я очень всех прошу заполнить вот эту google форму анкету это форма обратной связи для улучшения качества сервиса swc и подготовки к формированию системы продаж 2.0 потому что сейчас мы как нейросеть будем собирать максимум информации от лучших партнеров и просто тех партнеров которые присоединяются потому что на основе полученных знаний вот с опытом взаимодействия с такими компаниями наставники проложат нам лучший путь и они методологи им сейчас нужны данные буквально несколько дней займут эти данные и мы начнем уже приступим к взаимодействию с лидерами и к внутреннему и взаимодействию и лидеры будут расти и на самом деле вот то что ранее по наитию мы считали что скрипты продаж это очень важно да это очень важно но это уже вообще последние этапы немаловажно мотивация немаловажно выстраивание оффлайн центра отдела продаж чтобы каждый региональный куратор смог научиться это делать и не зависеть от настроения мы не можем зависеть сейчас от настроения наших лидеров хотя мы очень любим всех предпринимателей и всех мощных экспертов которые работают внутри skyworld комьюнити мы не можем допустить ее по ответственности взятый перед юнит skystream technologies что мы не будем расти в финансовом результате именно поэтому сейчас перестраивается перекраивается полностью орг структура skyworld комьюнити я об этом ничего не буду говорить то есть это такая вот инсайт на информация но тоже с мощнейшей компании с мощнейшими профессионалами в логике того что мы планируем стать отдельной мощные по капитализации компании как skyworld комьюнити либо в будущем если потребует того международный рынок позиционирования это нормально когда компании производят ребрендинг так я подавал заявку на ледокол но сказали что русского языка недостаточно неужели охвачены все русскоговорящие по ледоколу я могу сказать что сейчас вообще приостановился поток занятия аккаунтов потому что я лично понимаю насколько много заявок мы упустили в 2020 несмотря на то что виды генерации по системе ледокол давала окупаемость 6-8 раз у меня есть понимание чтобы она давала в 10 в 20 раз поэтому по русскоговорящему рынку сейчас по ледоколу та же абсолютная ситуация и мы сейчас да ищем источники трафика но приостановили вообще прием заявок то есть час более 60 аккаунтов работает по различным странам и городам фактически вся нигерия охвачена другие африканские страны но сейчас задача выстроить эту систему продаж причем ледокол он под понсалу пока маленькое абсолютно судно маленький ледоколик и его нужно масштабировать когда создана система вот эту систему мы как раз таки будем создавать борис это не интрига это уже прямо проработка и это сделано для того чтобы пробить потолок в который мы иногда упираемся и как skyworld комьюнити и как rsw думаю тоже но это абсолютно отдельные системы то есть это чисто продукт skyworld комьюнити и и пожалуйста не отказывайтесь вот от таких вот простых взаимодействий простых действий когда к вам как к лидеру будет набирать и обращаться по заранее подготовленным вопросам колл-центр потому что посмотрите насколько глубокий и задумайтесь а для чего мы задаем такие вопросы например вопрос как вы считаете что вам помогло сделать первый финансовый результат что мешало сделать первый финансовый результат быстрее что делали чтобы справиться с трудностями какой вы бы дали совет новичку чтобы он как можно быстрее сделал результат какие ключевые навыки вам больше всего помогли сделать первый результат если была возможность вернуться к старту то каких навыков качестве или компетенции вы бы себе добавили просто подумайте зачем мы это исследуем и хотим ли мы развиваться примеру в разрезе десяти лет я скажу вам следующие продукты которые мы будем запускать в этом году это криптофиатная платежная система сейчас подготавливается брендинг сейчас подготавливается продакт менеджмент и вот криптофиатная платежная система как раз герману отвечу будет использоваться в логике этого продукта также партнерская сеть и вообще партнерская сеть это будущее развитие бизнеса я не отказываюсь от своих слов когда-то в 2015 году по наитию абсолютно неосознанно поставьте плюсики кто помнит какие-то произнес я сказал такой термин как сетевое построение корпорации вот мы как sky world комьюнити всегда будем развиваться через структуру взаимосвязи и это будет как споры грибов просто распространяться положительном плане по всем странам еще мощнее чем сейчас развивается я думаю вы это предполагаете после получения первых успешных историй по выплатам уже от прибыли компании в виде малых начале дивидендов от реализации технологии компании юниска и стран технологии да несмотря на то что обратные выкупы два обратных выкупа было совершено еще был вопрос про 15 этап несколько месяцев я не буду говорить точно примерно я даже не знаю этот точный срок но по моим ощущениям осталось до перехода на 15 этап и да это самые тяжелые по привлечению инвестиций этапы но они как оказалось для нас реально а значит для нас абсолютно реальная цель большая цель которую мы ставим перед собой итак вернемся к крипто фиатной платежной системе что это за продукт буквально вкратце я расскажу я зайду издалека по поводу того что происходит сейчас в мире в этом году компания paypal стала использовать крипто платежи крипто продукты и буквально очень скоро виза начнет использовать стеблкоин ю и здесь и это говорит о том что все ринутся вообще создавать продукты связан связывающий крипто рынок и фиатный рынок но в чем здесь особенность нужно достигать максимальных преимуществ дешевизны и оптимизации как бы эффективность сервиса но в первую очередь дешевизна что в таких системах самое главное это комиссия и наш продукт который был создан в первую очередь для своих внутренних нужд для оптимизации внутри sky world community чтобы не платить внешним источником внешним обменником эти бешеные комиссии и было оптимизировано что сейчас на рынке одна из самых низких комиссий и естественно есть некая маржинальность и эту маржинальность мы будем распределять среди партнеров будет маркетинг план и соответственно можно будет подключать как оффлайн организации магазины мерчанты так и онлайн и более того сейчас есть предположительно даже в логике создания системы продаж 2.0 как на наша внутренняя единица наша сейчас его нет и даже он не разработан я скажу как есть но как потенциально вот этой крипто фиатной платежной системы которая сейчас функционирует не как токенизированная экономика но как отдельный финансовый продукт который связывает крипто и фиатный рынок даже у токена мы сейчас примерно начинаем продумывать историю далее поставьте кстати от 1 до 10 как вам этот продукт я с нетерпением жду его запуска но он не будет запущен в той же логике как не запускает незаконченные продукты юниска и стрим технологии то есть мы как skyworld комьюнити учимся у старшего брата у юниска и стрим технологии именно по профессионализму и если юниска и стрим технологии это самое лучшее самое эффективное экологичная и оптимальная компания создающая транспортно-логистический продукт то мы сейчас не лучшие мы хороши но мы стремимся стать лучшими за счет улучшения сервиса обучения и наших продавцов и наших сотрудников и также готовится запуску в этом году брокерская компания сейчас выбирается уже для пил сышки название которое будет владеть частью интеллектуальной собственности и это паблика limited company будет выпускать свои акции обеспеченной интеллектуальной собственность это говорит о том что мы как компания skyworld комьюнити в будущем сможем при успешной реализации проектов то есть можем приобретать даже если нас в долю не будут звать так скажем будет закрываться крупными инвесторами мы можем уже на второй стадии приобретать доли но еще до выхода на рынок каких-то проектов и наращивать портфель это логика таких компаний как berkshire это логика различных фондов то есть мы действительно закладываем логику серьезного фонда создается для этого международная финансовая правовая оболочка и это необходимо для того есть такие прецеденты есть такой пример вот герман абсолютно правильно сказал что тесла вчера разместили на 15 цифровые акции а я могу сказать что бинанс они немножко припоздали потому что есть биржа ftx которые давно цифровые акции уже размещает и очень мощное такое крипто события тоже сегодня происходит coinbase выходит на нас так что это будет для крипто рынка никто не знает будет ли падение либо будет сверхзылет но естественно это также отражается на будущем продукте вот этой крипто фиатной платежной системе что необходимость подобных сервисов есть и будут стремительно стараться разрабатывать у нас этот сервис уже имеется и он создан во время и далее я могу сказать что вообще skyworld комьюнити стремится стать крупнейшим мировым инвестиционным фондом крупнейшей социальной финансовой инвестиционной мировой сетью включающих миллионы если быть точными по нашей самой большой цели 10 процентов населения земного шара это 800 миллионов партнеров инвесторов со всего мира и работать мы собираемся сквозь годы на блокчейн то есть я не скажу вот сейчас точно потому что это может быть украдено недоброжелателями какими-то конкурентными фондами что будет реализовано через блокчейн но то что мы сейчас и все мы выстраиваем через орг структуры именно партнерских сетей они продолжат работать и в следующих продуктах и за ближайшие 10 лет в нашем фонде должно быть 800 миллионов партнеров более 5 миллионов активных инвесторов и представителей то есть мы заложили эту цель и мы ее дефрагментируем сейчас мы ее декомпозируем чтобы понимать как ее достичь будет это уже в ближайшее время зарегистрированы компании с основными мировыми фиатными крипто лицензиями позволяющие осуществлять деятельность любой стране мира то есть если законодательство меняется в одной точке земного шара то далее далее мы перемещаемся резко в другую точку земного шара как как весы это все балансирует и не нарушает общий проток и более 10 новых проектов которые позволят запустить отдельные направления бизнеса создать новые рабочие места а также дадут возможность карьерного роста это касается и отдельных направлений потому что помимо крипто фиатной платежной системы помимо брокерской компании у нас планируется после создания системы продаж а частью этой системы продаж частью обучения будет внутренний корпоративный университет и тоже по наитию по наитию я не могу это объяснить зачем но просто хотелось максимальной компетенции дать нашим партнерам и сейчас вот пример с грузии даже начинает лидеры обучать о полученным знаниям прошлых тренингов и люди начинают присоединяться потому что они желают расти и развиваться компания sky world community будет выстроена общая такая система после внутреннего корпоративного университета появится внешний корпоративный университет и тогда лидокол и тогда лидогенерация трафик настолько мощно вообще просто на 200 процентов начнут работать потому что заработает настоящий конвейер потому что человек сможет получить компетенцию и применить эту компетенцию уже в бизнесе компании sky world community это ли не идеальный вообще расклад как человек человек который приходит в компанию и как компания которая желает развиваться десятилетиями естественно мы желаем принимать участие как sky world community и финансирование гиперскоростного транспорта и финансирование адресных проектов и финансирование spaceway и тут все будет зависеть от нас насколько мы с вами приближимся при приблизимся к мировым инвестиционным фондом а я думаю что после прохождения вот этих этапов уже в этом году в начале мы это сделаем на русском на русском языке по параллельно мы будем некоторых русскоговорящих странах эту систему тестировать и далее сразу масштабно мы запустим на разных языках потому что будут сразу люди по этой системе обучать и они сами пройдут этот этап уже на испанском на французском на английском естественно языках и многих других языках возможно в рабочей группе вначале не будет хватать каких-то языков но будет создан каркас я повторюсь этот каркас позволил строить планы в тех компаниях которые работала нас наш наставник на миллиард долларов не побоюсь этой цифры но раньше я ее боялся когда не понимала что такое системой как этого можно достичь как нам можно смасштабироваться и пробить потолок но мы как члены правления всегда намерены обучаться и получать новые знания компетенции для того чтобы эти задачи решать и естественно это будут новые офисы и различные другие продукты инвестиционные обучающие корпоративно внешнем университете могу сказать будет все то что будет востребовано нашей вот такой большой коллективной нейросетью то есть будет опросники будет анализироваться информация большие данные будут складываться и выдаваться максимально оптимальное решение если людям вдруг необходимо обучаться ну например из головы возьму но через год им необходимо обучаться продвигать свой бизнес в тик токи хорошо мы находим лучших компетентных тренеров специалистов и сразу на те языковые группы которых мы будем работать мы масштабируем эту систему могу немножко намекнуть что для новых людей будет система конвейер и демо день в котором будет половина допустим обучение курсов открыты а потом будет вопрос ты посмотрел ты увидел тебе понравилось или нет а готов ли ты присоединиться и обучаться с нами далее и только потом буквально вот консультант он будет пропадать в азы но какие-то общие пока что по технологии только тот кто сможет закрывать например сделки по привлечению инвестиций на адресные проекты на от 20 миллионов долларов только он будет заниматься адресными проектами и таких людей по компетенциям мы будем выявлять и скажите мне сколько лет мы намерены работать как sky world community просто напишите в чате я немножко задержался больше 10 минут но я считаю что видение позиционирование и замыслы компании sky world community частично которые я вам озвучил это очень важно и нужно чтобы все мы с вами понимали что мы приглашаем и зовем людей сотрудничать не с компанией skyway а мы зовем людей расти и развиваться в sky world community потому что sky world community финансирует технологию юницкой string technologies и также имеет большую дорожную карту сопутствующих продуктов я думаю всем нам с вами будет чем заниматься после пятнадцатого этапа но двадцать первый год это первый год когда мы получили понимание что мы приближаемся к потолку его еще не достигли его необходимо пробить мы выстраиваем действительно систему великих компаний которые становились инвестиционными фондами которые работали долгие долгие десятилетия и не поколение сотрудников сменяли другие и вот такой компании мы желаем стать как sky world community это видение всех сотрудников компании sky world community общая позиция и поставьте от 1 до 10 как вам это понимание зашло не зашло минусы если не зашло если не верите не стесняйтесь ставьте и я искренне вас прошу принять участие в заполнении этой первой google формы которую мы через коллективное сознание сможем проанализировать и выдать лучшее решение по методологии которые нам нужны благодарю вас за внимание с вами алексей суходоев до скорых встреч на следующих вебинарах и мы поговорим о других уже несколько темах затронем испак затронем и то что происходит на рынке технологии и конечно же почему компания unit sky street technologies абсолютно верно здесь было сказано сложились складываются и продолжает складываться все карты чтобы реализоваться осталось немного и мы с вами к этому стремительно летим мы создаем будущее финансируемого благодарю вас счастливым так так вопросы даже не знаю отвечать не отвечать потому что я воодушевлен вот этим видением меня что же друзья доставь оставались вопросы а что потом делать и вот более шести лет на это все потрачено для чего будут использоваться токены svg svg токены будут использоваться в виде utility применения то есть что касается применения уже в проектах и сейчас компания занимается выпуском запуском security направление там будет другой вид токенов будут меняться свг на security токены то есть цифровой вид ценных бумаг или нет я сказать не могу все это зависит от законодательства и от следования ему потому что по истории со спак я не считаю что security токен направления тоже будут затягивать очень сильно гайки еще вопросы друзья когда пройдет тендер на постройку трассы шаржа морской порт то наши соперники сергей честно скажу не обладая этой информации и более того сейчас у меня большая задача чтобы у нас хватило ресурсов и чтобы мы когда этот тендер пройдет когда произойдет выигрыш не на день не откладывали срока запуска тяжелой трассы потому что естественно на грузовой трассы будут ожидать демонстрации юниконта в полном разве размере и с полным весом татьяна у нас только 500 тысяч инвесторов когда же мы охватим 10 процентов активных партнеров татьяна я я тут хотел бы так вот философски зайти вообще у нас региональных кураторов меньше сотни и не во всех регионах есть региональный куратор у нас прямо вот таких вот топ лидеров меньше тысячи но мы сейчас делаем обороты и мы сейчас приносим результаты как уже приближающиеся к средним фонды у нас до этого года не было абсолютно никакой системы продаж структурирования как организационной структуры так и вообще коммуникации взаимоотношений с партнерами автоматизации вот когда-то я хотел внедрять боты там и так далее я же понимаю что это это был бы просто выстрел небо это было бы не системно не по методологии а значит не принесло бы результата и всего лишь несколько дизайнеров обычно ну не более там 30 больших корпорациях создают прорывные модели спорткаров то же самое касается 600 человек работает unit skystream technologies и как вы думаете когда нас 500 тысяч и когда будет показываться результат за результатом смогут ли 500 тысяч увеличится вначале в 3x потом еще в 3x и проследите далее рост и сможем ли мы заинтересовать этим продуктом если продукт будет максимально востребованы и приниматься потребителям это сделали когда-то компьютеры это сделали когда-то смартфоны это сделали когда-то отдельные компании как apple как google потому что у них была конкретная цель большая у них было видение у них было намерение и если хотите на следующих вебинарах мы разберем цели видения этих компаний потому что мы тоже на них опирались как skyworld комьюнити и вот вам ответ что да эта цель достижима и когда я обучаюсь с предпринимателями и ребята приходят вот на тех обучениях и просто уходят с наемных работ и для них недостижимой целью становится заработок 100 тысяч в месяц стабильно они делают это в первую неделю а через год они приходят с результатом уже полтора-два миллиона а еще через год они приходят с результатом почти миллиард капитализации компании тот человек который ушел с наемной работы и который обычный человек он ничем не отличается от других все могут абсолютно нужно дать просто систему нужно дать просто вектор нужно подталкивать нужно обучать где-то ласкательное где-то наоборот сказать что если не хочешь срок прошел догоняй остальные тут это как наверес подниматься тут тоже можно с этим сравнить все достижимы и вот эту цель мы не поставили 50 процентов было бы иллюзорная бредовая цель мы не поставили даже 15 процентов мы поставили 10 процентов благодарю вас друзья я надеюсь я вам раскрыл потенциал планируемого развития skyworld комьюнити повторюсь что он меня будоражит и было и я думаю будет много приглашений в различные компании но мне искренне нравится и на сердце отзывается идея которую мы с вами продвигаем и сейчас это не только идея skyway но и построение великой компании skyworld комьюнити счастлива global star club возможности безграничны